Арабский за минуту, и сейчас это видео будет длиться вообще не минуту, потому что я хочу вам показать часть своей арабской библиотеки. Надеюсь, что вам понравится. Для начала хочу вам показать, что у меня просто огромная библиотека на разных языках. Видите, это русский, английский, арабский, иврит, и это только часть книг. Сейчас я вам покажу свои приобретения с книжной выставки в Шарджа. Но прежде чем мы к ним перейдем, хочу порекомендовать вам книгу. Вот такой вот, «Аурак Шимаунель Масри». Это летопись Симеона Египетского. Я закончила читать её вчера. Книга достаточно объёмная, но читается очень легко. И это одна из лучших книг, которые я читала за последние несколько лет, поэтому рекомендую от всей души. Теперь переходим к ярмарочным покупкам. И первая же книга передаёт привет всем тем, кто считает, что арабы ничего не знают про евреев, жутко их ненавидят, и вообще ничего хорошего о них не пишут. Вот эта книга, Йомель Махфера, «День прощения» с еврейским священником, который держит свиток тары на обложке. Та-дам! Да, эта книга про евреев. Это первая. Вторая книга. Я эту книгу, называется она «Шейх Араван», искала несколько лет, ещё миллион лет её искала, вот нашла наконец-то. Искала, не знаю, в трёх-четырёх странах. И самое интересное то, что на выставке был автор этой книги, который мне её подписал. Смотрите, какая красота. Я очень-очень рада, что её нашла. Надеюсь, что она меня не разочарует. Так, далее книга Месада про палестинскую девушку, которая потеряла своего любимого. Потом вроде бы переехала за границу и строила свою жизнь. Ну, в общем, пока что не знаю, о чём, но надеюсь, что она понравится. Далее, книга Хакайя Сальха. Я её взяла по рекомендации издательства, потому что она на кувейтском диалекте, друзья мои. Как я могла пропустить такое? Мне сказали, что здесь два языка, и фосха, и классический... И фосха, и классический арабский, хотела сказать. Я и фосха, и кувейтский диалект. Поэтому будем читать. Кстати, видите, она прям маленькая такая, небольшая. Ну, посмотрим. Далее. Другой секрет. Кофе. Точнее, у Кофе есть свой секрет. Достаточно большая книга, объёмная. И следующий роман. Вот эти вот два я взяла по рекомендации издательства тоже. В ливанском издательстве взяла обе вот эти вот книги. Посмотрим, понравится ли мне. Пока что я вот так вот пролистала, посмотрела. Ну, вроде неплохо. Вроде бы мне понравилось. Но будет ясно позднее немножко, когда уже прочитаю. А теперь переходим ко второй стопочке. И первое, что мы здесь видим. Усра Ягудия Минмаср. Еврейская семья из Египта. Да. Ещё пока не смотрела книгу. Не открывала, видите, запечатанная. И что? Да, еврейская литература, точнее, литература на арабском про евреев у меня становится достаточно много. Больше, чем на каких-либо других языках, да? Вот раз, два, три. Как минимум три книги. Вот уже есть. Далее. Далее. Мне сказали, что это философская литература. Философский трактат, не знаю что. Ну, в общем, пока тоже, не знаю, не открывала. Видите, тоже запечатанная книга. Прочитаю, открою, посмотрим, что это такое. Взяла по рекомендации издателя. А издатель продавал вот эту вот книгу, собственно, на которую я и подошла к их стенду. Потому что на обложке здесь Ом Кульсом. Ом Кульсом — это легенда арабской музыки. Египетская певица, невероятно знаменитая, с потрясающим голосом. И вот здесь мемуары. Мемуары. История Ом Кульсом. Причём, видите, тут с диалогами. То есть это не просто такой вот мемуарный стиль, когда человек просто про себя рассказывает, что я вот учился, женился и всё такое. Нет, а здесь это вот в таком вот формате романа. Поэтому посмотрим, увидим, насколько это мне понравится. Надеюсь, эта книга меня не разочарует. И будет настолько же очаровательной, как и личность Ом Кульсом. И далее. Классика. Классика, причём европейская. Давайте смотреть, что у нас тут. Хэтим Сулейман. Книга «Кольцо Сулеймана», «Перстень Сулеймана» французского писателя Анаре де Бальзак. Я Бальзака читала, но именно вот это вот произведение не читала никогда. Поэтому взяла эту книгу. Посмотрим, как зайдёт французская классика на арабском. И вот такую вот книгу мне дали в подарок. Это Достоевский. Его произведение «Честный вор». Кстати, поделюсь с вами любопытным фактом, то, что лучше всего у меня получается воспринимать литературу произведения русских классиков именно на русском языке, а арабских классиков на арабском. Не знаю, может быть, это общая фишка всех билингов, может быть, только моя лично. Поделитесь, если у вас так. Или если у вас по-другому. Если вы билингф, у вас по-другому. Но, в общем, вот такая вот тоже достаточно большая книга Достоевского. Посмотрим, как зайдёт на арабском. Но дизайн книги, конечно, меня пугает. Вот эти ноги, боже мой. Ещё одна книга «Анаре де Бальзак», «Заграт аль хобб», «Цветок любви». И последняя книга, которая тоже досталась мне в подарок, «Абина у Ащак» писателя Дэвид Герберт Лоренц. Как я понимаю, это тоже классика, судя по оформлению. Тоже классика, но уже, видимо, британская. Вот, поэтому посмотрим, что из этого всего многообразия мне понравится больше всего. Вы поделитесь со мной, какие из этих книг вы уже читали. Вот из этого всего. Огромного-огромного количества. Какие из них вы уже, может быть, читали. Или про какие вам было бы интересно узнать подробнее.